Они не понимают, что если они решают с помощью чат ГПТ, они сами ничему не учатся. Они все решают с помощью чат ГПТ. Чат ГПТ им пишет программы, сочинения, решает задачи по физике, выдает полное решение со всеми выкладками, шагами, объясняет, почему это получилось, дает ссылки на вспомогательный материал. То есть он напишет сочинения по любой литературной теме, гораздо лучше, чем это сделает любой школьник. То есть вот уровень школьника достигнут, и этот уровень выложен в интернет в открытый доступ. Все школьники, имея сотовый телефон и телеграмм у себя на телефоне, могут уже спокойно переписывать решение всех задач. То есть есть интеллект, который полностью заменил собой школьника. Это на самом деле просто удар страшный по образованию. Но дело в том, что уже научились распознавать. Система антиплагиат научилась распознавать тексты. Теперь все курсовые дипломы, которые заказываются в чат ГПТ, мы вычитаем с помощью искусственного интернета. На самом деле, я скажу даже более того, сейчас фирмы берут на работу активно сотрудников, умеющих пользоваться, нет, необходимо пользоваться чат ГПТ, потому что в некоторых ситуациях он помогает. Ну, совершенно верно, вот творчества не будет. То есть, если вот задать, там, грубо говоря, ну, я просто, вы задавали такое, я даже могу зачитать этот текст. «Кровое обыскление от гереминифтической парадигии». Так называлась моя книга в 2003 году. Я специально просто... Сматривали, искусственный интеллект. Нет, написал, на 5 страничек. Ну, я просто смотрел, там такая гремучая смесь уже имеющихся каких-то присуждения такие. Ну, они к тему, они раскрывают сущность заданную, но они ничего нового не говорят. То есть, совершенно верно, вот никакого там привнесения чего-то нового творчества там нет. Ну, он реферирует. Да, он просто реферирует. Когда копилирует, реферирует, вот таким образом. Собственно говоря, современная молодежь, конечно, которая болеет криковым мышлением, цифровым слабоумием, так вы говорите, что... «Карапе есть. Нет, не так выяснили». «Адакса среди действительно ведет нас стуки». «Скажите, пожалуйста, на какую фирму берут сотрудники, на какую работу они берут? Что сотрудники должны идти делать?» «Вы знаете, сейчас огромное количество, сейчас бизнес растет на разных маленьких заметочках, комментариях. Вот, например, нужно просто писать там 35 тысяч комментариев по какому-нибудь товару для продвижения его, понимаете? Для продвижения, ну да, отзывов там. И нужно задать какой запрос, чтобы комментарии не были похожи. То есть это все нужно, это уже некий навык, это некая искусство». То есть это некая имитация работы? «Да, есть штуки, похоже, на чай КПТ, которые рисуют 3D-картики, 2D-картики, 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 и вот ты им что-то задаешь словесное, они тебе берут прям, делают точное рисование». «Немножечко хочу добавить по поводу... Пришлось мне попадаться с искусством интеллекта, и он победил». «Вопрос был страховки на автомобиль. Вот нужно было мне оформить страховку, и там, значит, на определенную сумму, там параметры мои не проходили машины и...»